Доброе утро, дорогие друзья! Пришло время поговорить о жизни, жизни и жизни после жизни. Урок недельной главы Хаей Сара. Два слова называются на жизнь Сары, два слова только о жизни, а дальше рассказывают о эпохоре. Важный урок, очень глубокий, очень мистический. Это один из самых больших подарков Всевышнего нам. Здесь рассказывается о жизни и о жизни после смерти. Эта глава рассказывает о секрете жизни, о его посмертном состоянии. Именно поэтому глава, которая рассказывается только о смерти Сары, называется «Жизнь Сары». Всевышний открыл нам, что такое жизнь и как она называется, что вообще такое жизнь. Настоящая жизнь не подвластна смерти. Мы не могли бы узнать об этом сами. Максимум, что мы можем постичь, что любая система ценностей, ограниченная рамками нашего земного мира, лишена смысла. Она призрачна. В этом мире обитают люди, приговоренные к смерти. Когда приговор будет приведен в исполнение, они не знают. Но он словно будет реализован. Нет никого, кто бы жил в вечном. Смысл жизни можно подчеркнуть только оттуда, из-за другого рубежа. А поскольку мы узнаем об этом смысле из Сары, то вера в оживление мертвых обязывает нас к определенным действиям и поступкам на протяжении всей нашей жизненной пути. И тогда жизнь прожита иначе. Те условные 120 лет, через которые человек уходит из этого мира, это не конец. Это цель. И на эту цель человек работает. И тот, кто верит, в первую очередь. Цель, к которой мы направляемся, придает смысл всему пути. Все, что мы делаем в своей жизни, уходит туда. И только туда. В посмертный мир воздаяния. В этом мире нет ни справедливости, ни системы. Это призрачный мир, который нам неизвестен, потому что мы не знаем, кем мы были в прошлой жизни, зачем пришли, что происходит. Если человек ищет смысл жизни здесь, в этом земном мире, это никуда не приведет. У такой жизни нет смысла и осмысленной цели. Попить, поесть, какие-то удовольствия набраться и все. Разум не может постичь то, что находится за пределами разума. Органы чувств человека не способны воспринять то, на что им вообще недоступно. Только подлинная вера может помочь заглянуть в будущее. И в этом глубинный смысл слов Талмуда, который говорил нам пророк Хаванук, говорил, что все заповедиторы в одной, на вере. Жизнь должна быть основана на вере в оживление мертвых, которые мы воспринимаем историей. И об этом сказано, повторяю, в пророках, того же Хаванука. Праведник будет жить верой. Не написано, что праведник будет верить или надеяться, будет жить. Для того, чтобы понять, что называется жизнью, необходима вера. В Торе заповедано, что выбери жизнь. И что же здесь имеется в виду? Если человек жив, так он и так жив. Что значит выбери жизнь? Имеется в виду жизнь совершенно другого рода. Человек должен выбрать для себя, что он называет жизнью. Как мы можем выполнить эту заповедь? Выбрать для себя жизнь, которая обновляется каждое мгновение из своего источника. Направлена к настоящей цели. К тому месту, где воздаяние вечно, а не ту, которая шаг за шагом приводит к смерти. Именно поэтому мудрецы говорят, нечестивцы при жизни называются мертвыми, а праведниками и после смерти живыми. Потому что слово жизнь и смерть мы воспринимаем по-земному и неправильно. Слово нечестивцы подразумевает людей, воспринимающих свою жизнь так, как будто она началась и закончится здесь под солнцем. Вот о чем здесь разговор. Но то, что начинается и завершается в этом мире, не является жизнью. Если можно сказать так, не живая жизнь, временная жизнь. А жизнь не может быть временной. Все, что соедено с источником жизни, всегда обновляется. После 120-летнего, наш полнаставник Машера Бейну, 120 лет. После того, как его душа оставила мир, только потому что так решил Бог. Творец взял его из этого мира, но жизнь его не прервалась. Потому что жизнь не может быть прервана, настоящая. Только тело перестает функционировать, когда жизненная сила перестает его оживлять. Сама жизнь не находится в этом мире. Вот что говорится в нашей недельной главе. Если человек полагает, что живет только в этом мире, то еще при жизни он мертвый. А те, кто даже после смерти называются живые, не связывают свою жизнь с системой, которая вот тут вот под солнцем у нас. В этой системе нет обновления, нет жизни. Здесь мы только, это полигон, мы здесь набираем, так сказать, очки. Это только иллюзия, подделка, отдаленно напоминающая жизнь. Это такая заведенная пружина. И пока пружина раскручится, продолжается жизнь. Так не бывает, Бог не такой. Бог не мог создать временную систему. Он создал вечную систему, просто мы ее пока не видим. И вот эта недельная глава говорит, жизнь Сары, она прожила блестящую жизнь и попала в тот мир, именно вот сделав все, что нужно на земле. Размышления обязательно приведут человека к выводу. Жизнь не прерывается со смертью. Она продолжается в ином мире. Логично ли представлять себе, что Всевышний создал человека великий Бог? Бог милосердный. Только для того, чтобы, как бы, такое краткое, скажем так, не всегда счастливое существование. Неужели тот, кому под силу сотворить любой мир, создал только ради пребывания вот в этом вот бренном? Поэтому сказано жизнь Сары. Сказано, что это была великая женщина. Что она исполняла заповеди, что она верила в Бога. И поэтому она получила жизнь вечную. И об этом говорят все религии. Только вдуматься в это надо. Жизнь, она не может заканчиваться. Жизнь, она вечна. Если ты выбрал жизнь.